Тропическая жара в умеренно-континентальном климате. Из плюс 18 начался этот день. Что же дальше, расскажу вам я, Ирина Ромбальская. Метеогид погоды не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. Почти африканская жара дала жару на этой неделе. Спасались как могли. Кто в бассейных водоемах, кто в лесной тени. Спасительная прохлада приходила ночью, давая шанс романтикам выезжать подальше от городской засветки, чтобы полюбоваться на звездный дождь. Насладиться метеорным потоком Персеиды позволила ясная погода. Кстати, полюбоваться ночным зрелищем можно до конца лета. А пока оно не закончилось, многие спешат на море. Вот только не на Азовское. Там сейчас нашествие медуз. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. На следующей неделе в большинстве стран Европы ожидается еще по-летнему очень теплая погода, но нестабильная и переменчивая. А в странах Южной и Западной Европы по-прежнему стабильно будет очень жарко. Большинство стран будут подвержены воздействию активных атлантических вихрей, которые принесут грозовые дожди различной интенсивности, порывистый ветер и перепады температуры. Итак, в начале недели в странах Центральной и Южной Европы погодные условия будут определять обширный погожий антициклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Прогнозируется облачность с прояснениями погоды, без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. А температура воздуха в разгар дня ожидается от плюс 24 до плюс 29, по югу до плюс 33 градусов. А у странах Западной Европы по-прежнему сохранится очень жаркая погода. Атмосферными процессами будет управлять обширный погожий антициклон, который будет также смещаться с запада на восток. Ожидается переменная облачность, без осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха в днем прогнозируется плюс 29-36 градусов. В странах Северной Европы ожидается ненастная погода. Ее принесет активный североатлантический циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается облачность с прояснениями погоды. Временами будут проходить кратковременные дожди различной интенсивности. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер с северной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха в днем всего лишь плюс 13-19 градусов. В странах Восточной Европы большая часть недели погодные условия будут определять прохладные, влажные, неустойчивые воздушные массы, которые будут медленно смещаться с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачность с прояснениями погоды. Временами будут проходить небольшие кратковременные дожди. Днем большая вероятность гроз. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грузах порывистый. А температура воздуха в днем ожидается плюс 17-25 градусов. Кстати, со страховой кампанией Белнефтестрах всегда хорошая погода. Больше о погоде после рекламы. А еще расскажем про сладкую клубнику. Узнаем, где наступил сезон цветения кувшинок и ждать ли магнитную бурю. Не переключайтесь. Есть задача, но не хватает сочных цветов для ее решения. Попробуй новый тонкий шоколад с ярким вкусом апельсина. Спарта для ярких решений. Огромные гекконы, осьминоги, коты и даже чебурашка поднялись в небо на Санкт-Петербург. Мероприятие прошло в Кронштадте. Там идеальные условия для запуска воздушных змеев. Остров считается самой ветряной точкой. Ветер дует всегда в сторону моря. Поучаствовали в конкурсе и новички, правда, с более простыми моделями. Кстати, простые, но действенные советы есть и в нашем лунном календаре. На верстать упущенное отступить отправил можно в понедельник 21 августа. 24-го все дела следует держать под контролем. 27-го прекрасный день для путешествий, пикников, на природе и отдыха. Позаботиться о роскошном виде волос на следующей неделе лучше всего 21-26 августа. Для лечения, удаления и протезирования зубов назначьте визит к стоматологу на 24-е, 25-е, 26-е или 27-е число. Возмущение магнитосферы с колебаниями до 4 баллов ожидается 26 августа. Самое вкусное время наступило на садово-дачных участках. Свежий урожай можно есть прямиком с грядки, а можно сделать вкусные заготовки. Именно ими и займитесь 22-го числа. 23-го ухаживайте за томатами. Можно удалить пасынки и верхние соцветия у них. Они все равно уже не успеют дать урожай. 26-го подготовьте погреб к закладке урожая. Обработайте стены и полки от грибка. Вкусная, полезная, мелкая и крупная. Эта ягода насчитывает почти 3000 сортов. Но чтобы каждый сезон получать хороший урожай клубники, каждые несколько лет растения надо заменять новыми. Как правильно посадить клубнику в августе, узнаем у нашего народного садовника. Клубника любит расти на рыхлых и плодородных почвах. Плохо растет на почвах тяжелых и глинистых. Поэтому обязательно под перекопку вносите разрыхляющие материалы. И в первую очередь это перепревший компост и навоз. Эти материалы очень хорошо разрыхляют почву, делают ее структурированной, более легкой и плодородной. Поэтому под перекопку мы вносим одно 10-литровое ведро компоста либо навоза в нашу грядочку. Также не следует забывать и о минеральных удобрениях. Для роста клубники необходимы все основные элементы питания. Это азот, фосфор и калий. Поэтому под перекопку опять же будем вносить минеральное комплексное удобрение, где есть эти макроэлементы. На 1 квадратный метр вносим 50-60 грамм удобрения. Когда удобрения внесены, перекапываем грядку. И граблями разравниваем почву. И затем приступаем к разметке рядов для посадки. Расстояние между рядами должно быть значительным, примерно 80 сантиметров. Если клубнику посадить слишком густо, то произойдет загущение. Посадки будут плохо продуваться ветром, и клубника может поражаться различными грибковыми заболеваниями. А также при загущенных посадках клубники не будет хватать солнца, и ягода будет плохо созревать, будет кислой на вкус. Значит, расстояние 80 сантиметров между рядами, а между кустиками примерно 30-40 сантиметров. В этом случае клубника будет хорошо продуваться ветром, хорошо освещаться солнцем, и урожай у вас будет отличным. Далее приступаем к заготовке посадочного материала, так называемые усы. Сейчас они уже укоренились и отлично подходят для посадки. Ножом либо лопатой аккуратно извлекаем усы из почвы с корнями, чтобы не повредить их. И все это складируем в ведерко с водой. Корни не должны подсохнуть на солнце. У саженцев довольно длинная корневая система, и при посадке корни могут подворачиваться. Поэтому берем ножницы либо нож и аккуратно подрезаем корешки. В этом случае корни хорошо распределятся в посадочной лунке, мы их засыпем, и кустики приживутся. Перед посадкой лунки обязательно нужно полить водой, чтобы почва хорошо увлажнилась. Затем равномерно распределить корешки в посадочной лунке и засыпать кустик землей. Обратите внимание на посадку. Ни в коем случае нельзя заглублять ростовую почку, иначе клубника в следующем году плодоносить не будет. Поэтому ростовая почка должна находиться над поверхностью почвы. При желании новые грядки можно замульчировать соломой, чтобы не росли сорняки. И кустики к осени окрепнут, нарастят хорошую листовую массу и в следующем году обязательно одарят вас щедрым урожаем. Обязательно посадите молодые грядки с клубникой на новом месте, чтобы в следующем году она порадовалась урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч! Море цветов и море впечатлений. В Индии, в штате Кирала, стали розовыми заболоченные поля. В разгаре сезон цветения кувшинок. Насладиться великолепным зрелищем приезжают сотни туристов. Их катают на лодках местные жители. Безмятежные прогулки по воде часто превращаются в красочные фотосессии. Кстати, совсем скоро наша природа сменит краски на осенние. А пока будем любоваться летними пейзажами. Пришло время подвести итоги рубрики «Стоп кадр». Напомню, из множества снимков мы выбрали 10. Каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Людмила Барановская из Витебска. Людмила – фотограф с опытом. За 10 лет увлечения съемкой не единожды занимала призовые места в фотоконкурсах. Сегодня удача улыбнулась ей в нашей рубрике. Как и обещали фрисы телеканала «Зон» с логотипом ОНТ, сегодня же отправим победителям. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. Август оказался самым теплым из всех летних месяцев. Воздушные массы тропического происхождения удерживали температурные показатели в зоне жарких значений. Однако в большинстве регионов это была последняя жара в этом сезоне. Ближе к середине следующей недели зной пойдет постепенно на спад. Начнется понижение температуры. Но при этом сохранится теплая и комфортная для конца лета погода. Дождей прогнозируется немного. Итак, в начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления, на фоне которого станут проходить малоактивные атмосферные фронты. Облаков станет больше, что уменьшит приток солнечного тепла. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 80%. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью 13-18, днем в понедельник воздух прогреется от 25 до 30. К середине недели станет чуть прохладнее. За ситуацию в атмосфере будет отвечать антициклон с центром над Польшей, который сформирован в более прохладном воздухе. Переменная облачность, без существенных дождей. Ветер западный, северо-западный умеренный. Влажность до 50%. Ночью плюс 11-16, днем столбики термометров на отметках. Во вторник 23-29, в среду от 17 по северо-западу до 29 по Брестской области. В начале второй половины недели скажется влияние влажных, неустойчивых воздушных масс Запада Европы. Ожидается облачность с прояснением погоды. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 60%. Ветер западной четверти умеренный. Ночью плюс 11-17, днем в четверг от 21 по Витебской области до 31 по Брестской. В пятницу от 18 по востоку до 30 по юго-западу. И предварительно в последние выходные лета на погоду будет оказывать влияние антициклон с центром на сторонах Балтии. Без существенных осадков. Нижнем в воскресенье по северо-западу возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью плюс 10-17, днем в субботу от 19 по Могилевской области до 29 по Брестской. В воскресенье от 19 по северо-востоку до 30 по юго-западу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день, Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера! Есть задача, но не хватает сочных цветов для ее решения? Попробуй новый тонкий шоколад с ярким вкусом апельсина. «Спарта» для ярких решений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова